Всем привет! В студии Универ Ньюз Артём Тупичкин и сегодня в выпуске. В Казани стартовал российско-китайский симпозиум по химии. Студенты из Японии в Институте международных отношений КФУ. В Казанском университете открылась лингвистическая школа. С 27 по 29 августа в Корстоне проходит третья всероссийская GMP-конференция. В этом году тема звучит как «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка». Участники и спикеры обсуждают вопросы, которые возникают на сегодняшний день в фармацевтической отрасли. В панельной дискуссии «Фармацевтическая отрасль будущего. Взгляд государства и бизнеса» принял участие и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В этом смысле мы думаем, что мы хотели видеть стратегии фарма 2030 в сфере именно того, чем... ...в будущей деятельности любого специалиста. Портфель инновационных разработок, который был создан в стенах нашего университета. Данные разработки ориентированы на лечение социально значимых заболеваний, прежде всего онкологии, инфекции, диабета, неврологических и других заболеваний. Особый интерес представляет работа в области разработки лекарственных препаратов на основе генных и клетчих технологий. В университете есть пакет разработок в области биофармацевтики, который позволяет нам конкурировать на этом новом рынке фарминдустрии. В этом году мы завершаем создание производства опытных партий, опытного производства партий фармсубстанций по требованию ДНП. 27 августа в отеле «Джузеппа» состоялось открытие первого российско-китайского симпозиума по органической и супрамолекулярной химии. Инициаторами научного форума стали китайские химики, заинтересовавшиеся успехами казанских коллег в этой области исследований. С 27 по 29 августа Химический институт имени Бутлерово-Казанского федерального университета проводит первый российско-китайский симпозиум по органической и супрамолекулярной химии. Супрамолекулярная химия как наука появилась совершенно недавно, ну может быть 30-40 лет назад она сформулилась. Когда стало ясно, что свойства материала, а сейчас это очень важно, зависит не только от молекулярной структуры соединения, как мы всегда понимаем, а от того, как эти молекулы организованы в пространстве. Идея семинара стоит в том, чтобы собрать на одной площадке по 15 топовых ученых с российской и китайской стороны для становления контактов и тесного научного сотрудничества. В связи с этим планируется участие в работе семинара молодых ученых, аспирантов и студентов, которые смогут не только познакомиться с тематикой мирового уровня, но и найти возможности для развития собственной карьеры. Российские ученые и китайские ученые имеют очень хорошие достижения мирового уровня в этих областях. И мы надеемся, что взаимодействие этих ученых даст совершенно новые результаты, которые должны превзойти все наши ожидания. В ходе симпозиума с лекциями выступят высококлассные специалисты, которые представят свои работы. Следующий российско-китайский симпозиум по органической и супрамолекулярной химии состоится через два года в Пекине. Диана Шилова, Льнард Бюльтяров, Универньюз. Студенты университета Канадзавы посетили Елабужский институт КФУ. Как японцы готовили уху и участвовали в Сабантуи? О самом интересном во время их визита в нашем сюжете. КФУ и японский университет Канадзавы продолжают обмен студентами. В Институт международных отношений приехали 25 обучающихся из Японии. В Казанском федеральном университете они пройдут научно-производственную и научно-исследовательскую практику. Также эти студенты стали гостями Елабужского института КФУ. В частности, они посетили спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник». Мы были в летнем лагере, организованном Казанским федеральным университетом. Мы общались со студентами, которые увлекаются Японией, и рассказывали про нашу культуру. В то же время, благодаря студентам КФУ, мы познакомились с культурой России и Татарстана. Так японские студенты готовили одно из русских блюд и приняли участие в празднике Сабантуй. Студентов из КФУ ожидали демонстрации японских боевых искусств и история возникновения японской одежды кимоно. Сегодня ощущение такого очень активного, очень продуктивного дня. Особенно здорово то, что все вместе развлекаются, все вместе взаимодействуют, и при этом веселятся и узнают друг друга лучше. Это здорово. Потому что в Японии такое тоже есть, но происходит это не так часто, как хотели. Для гостей из Японии были проведены экскурсии в музеях Елабужского института. Также студенты посетили национальный парк Нижняя Кама. Особенным мероприятием стало посещение кладбища японских военнопленных. Артем Тупичкин, Ленардо Влитеров, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюз. Казанский Федеральный Университет принял потомков 4-го и 5-го поколения Николая Лобачевского, Ольгу Шиповой с дочерью Екатериной Суботиной. Как гости знакомились с наследием своего предка, мы расскажем прямо сейчас. 24 августа в Казанский Федеральный Университет прибыли потомки Николая Лобачевского, Ольга Шипова с дочерью Екатериной Суботиной, проживающей в Санкт-Петербурге. В рамках визита они посетили музей истории, недавно открытый музей Лобачевского, лицей Лобачевского, а также отдел рукописей и редких книг, научной библиотеки имени Лобачевского. Впечатление огромное, конечно. Увидеть вот такую святыню я еще нигде не видела. Это первый раз в моей жизни. И, конечно, прикоснуться к таким книгам древним, потрясающе. Это же очень хорошо, что сохранены такие наследия, что они так бережно хранятся и, главное, показываются всем. Это же тоже важно. Я считаю счастливые студенты, которые могут в такую библиотеку приходить, пользоваться ей, использовать в своих трудах. Отдел редких книг научной библиотеки имени Лобачевского является центром по обеспечению доступа и изучению коллекции книжных памятников, рукописей и редких книг. За 200-летнюю историю было собрано уникальное собрание книжных памятников, представляющее собой часть письменного наследия мира. Потомки Лобачевского с большим интересом посетили отдел рукописей и редких книг, поскольку это дает возможность познакомиться с прошлым. Конечно, рукописи Лобачевского. Подпись его посмотрела, дневник его посмотрела, какой у него мелкий каллиграфический подчерк. Меня больше интересует то, что с ним связано, хотя, конечно, все. И книги, и Библия, и религия, и Коран – это же тоже все святыни, которые хранятся веками. Представляете, 11 век, 14 век – это даже не предстоит, что столько лет книги, и они в бережном таком состоянии, и все читаемо, и доступно. Замечательно. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. На территории города Болгар начала свою работу Международная археологическая школа. Все лекции школы проводят зарубежные эксперты в области археологии и раскопок, а участниками являются студенты и специалисты данной области. Организаторами школы выступают Казанский федеральный университет, Институт археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан. В этом году в школе принимают участие представители из 16 стран мира. Подробнее мы расскажем в следующем выпуске. В Казанском федеральном впервые открылась летняя лингвистическая школа. Основным спикером школы стал главный научный сотрудник Американского университета штата Аризоны. Подробности в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось официальное открытие летней лингвистической школы. Участниками стали преподаватели, магистранты и аспиранты КФУ, а также преподаватели английского языка из различных городов России. Основной целью летней школы является изучение когнитивных аспектов речевой деятельности. Наш институт, точнее наш университет, находится на 109 месте в мировом табеле рангов в области лингвистики, в рейтинге КУЭС, а также мы входим в топ-200 в области современных языков, modern language, а также в топ-250 в области рейтинга English language and literature. В рамках школы уже прошел ряд семинаров, на которых обсуждались вопросы, связанные с проблемами сложности и читабельности текстов. Главным событием стал приезд профессора, главного научного сотрудника университета штата Аризоны, Даниэля Макнамара. Ну и, конечно же, исследования профессора Макнамары интересны практикам, педагогам, преподавателям высшей школы, а также преподавателям средней школы. Это исследования в области сложности текстов прежде всего. Несомненно, они будут интересны и полезны всем участникам международной летней школы, а нам остается только пожелать им успешной работы, новых продуктивных научных идей и открытий. Летняя лингвистическая школа будет проходить на базе КФУ до 29 августа. Артем Тупичкин, Ильсина Тимерова, Рустем Садриев, Дмитрий Варламов, Универньюс. На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова